так ну что всем привет дорогие друзья с вами криптофатив не могу не могу не могу продемонстрировать положительные отзывы результаты видео отчет который будет естественно в мае за апрель месяц нашей торговли конечно то что мы увидели сегодня это взрыв биткоина на 8000 долларов соответственно вчера я и до этого отмечал что такой сценарий вполне возможен и мы этот сценарий грамотно по одной из альтов проторговали это был эфириум классик вчера я вам говорил что у нас есть одна позиция по одной монете мы забрали пять с половиной процентов то время как bitcoin выстрелил у нас на два процента да ну согласитесь пять процентов против двух но такое то есть видим что действительно с фильм classic мы не прогадали в 27 апреля был дан сигнал можете сами конечно это проверить цена была от 6 долларов до 6 и 5 центов естественно есть мой ордер да где я заработал 161 доллар это пять с половиной процента прибыли можете тоже сами посчитать и соответственно также те люди участники веб-группы тоже продемонстрировали свою торговлю и один из них заработал 800 долларов то есть он садил довольно таки много депозита то есть было всажено почти 18 тысяч долларов а если быть точным 17 тысяч девятьсот восемьдесят долларов это юсдт ну что сказать действительно очень хорошее движение мы забрали если мы будем смотреть на рынок альты действительно есть и альткуины которые выстрелили лучше чем эфириум классик но как говорится знал бы прикуп жил бы в сочи кстати по поводу сочи вы можете подписаться на мой инстаграм я там тоже веду его но не так часто то есть захожу не захожу то есть можете подписываться можете не подписываться кого и кому интересно кому не интересно то есть всех прошу то есть здесь конечно речи не идет о каких-то там супер роскоши и потому что я не люблю хвастаться ну есть mustang есть mustang но стоит эта машина 50 тысяч долларов но и стоит она 50 тысяч долларов что из этого дальше делать ну то есть такое дальше идем по поводу биткойна какие есть соображения что здесь необходимо знать и понимать вот этот бар на продажу объемов я давно уже ждал и этот бар у нас получился просто выбив стопов то есть маржинальщиков и по итогу далее конечно наверх то есть я считал что этот бар у нас все таки будет с падением на отметку 7400 но не тут то было по итогу у нас повели на 8000 долларов теперь будет самое интересное что необходимо здесь понимать для трейдеров которые давно торгуют выход за 200 мувинг о том что я раньше говорил это уже бычий сигнал но эти трейдеры не учитывают в то что коррекция по биткойна уже составила свыше почти отметки 96 процентов почти 100 процентов до этого первых во вторых здесь не было какого-то падения здесь крупный игрок не захотел вести цену на 7400 не захотел давать мелким трейдерам чтобы они покупали по этой цене потому что умные трейдеры думали что цена пойдет наверх в том числе и я вернее вниз то есть на 7400 но не тут то было то есть крупняк просто выбил стопы и повел цену еще чуть выше то есть завлекая естественно мелких игроков на новостном фоне у нас мелькают цифры 300 тысяч долларов за bitcoin там какие-то новые параболики новые графики и так далее там подобное на этом фоне сейчас обычные люди будут покупать что меня смущает то что мы здесь тупо растем 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 тут чуть-чуть откорректировались растем дальше то есть падение от этого роста в размере локального до роста скажем так в размере 20 процентов падение может быть наполовину это на 10 процентов и падение может быть до семи тысяч долларов даже возможно ниже поэтому то есть тут я никого не отговариваю от трейдов конечно обведите их но здесь необходимо ставить стопы и грамотно торговать монеты то есть выбирать монеты которые поддаются грамотная торговля например кардана манера они не выстрелили то есть они практически стоят на месте а эфириум классик он выстрелил и он довольно таки неплохо подрос то есть если мы будем смотреть то есть тот же нео которую я считал ликвидной альтой она сейчас себя как-то вяло показывает то есть некоторые монеты топчутся на месте вот эфириум классик принципе мы проторговали и не про догадали конечно можно было xrp еще зайти но это уже такое то есть это дело жадности делать денег да то есть все таки нужно зарабатывать на рынке деньги до выводить их и конечно что-то себе покупать заправлять машину тот же мустанг конечно это не маленькие деньги стоит заправить то есть нужно необходимо эти деньги тратить нужно чувствовать эти деньги понимать что это за деньги что заработал их легко и ты также можешь их легко потратить а люди сидят потом в холдерах ждут год два-три монета скаминса особенно если эта монета с мелкой капой нужно зарабатывать нужно выводить деньги нужно их тратить нужно чтобы душа радовалась то что ты совершил трейд и можешь вывести деньги и вот так вот легко можешь их потратить ну лично я так делаю возможно кто-то делает иначе поэтому по итогу по итогу меня смущает то что мы растем и здесь нету хорошей коррекции а также меня смущает то что потенциале здесь сложно выйти сможет bitcoin поскольку он повторяет график фиума вполне возможно это я вчера об этом говорил смотрите мой видеоролик где он был вот он новый индикатор и в принципе потенциал еще роста и подрасти у нас есть но это не говорит о том что тузыму все впрыгиваем ракету и так далее сейчас нужно торговать и когда этого мы с 5 тысяч долларов bitcoin торговали и сейчас нужно торговать нужно торговать нужно зарабатывать уже потом уже говорить о том что будет bitcoin там 20 тысяч 50 тысяч он будет но он не будет сейчас если вы закрыли позицию а потом увидели пароль пролив рынка это куда лучше чем вы сидите в холдерах и видите пролив рынка согласитесь что касается альткоинов здесь вот больше подходит такая поговорка покупай на слухах а продавая на новостях дело в том что у альткоинов сейчас хорошее событие например у эфириума состоялся запуск тестовести фильм 2.0 с поддержкой нескольких клиентов и когда уже такие новости выходят это говорит о том что график себя показал цена себя показала это все себя отыграло что здесь в принципе делает крупняк он будет здесь распродаваться на этой новости потому что еще раз главное правило на рынке криптовалют покупай на слухах продавай на новостях поэтому мы видим что действительно запуск состоялся с поддержкой нескольких клиентов причем может быть запущена основная сеть и да нам необходимы тест нет максимально близкие отражающие условия основной сети тест нет шанси это лишь один из множества шагов в этом направлении то есть по сути здесь не заявляется о том что фильм 2.0 запущены здесь просто нет некоторые тест нет и тестовые сети просто запустили и пока что вот так вот да но и фильм 2.0 полностью еще не запустился вот что касается значит разработчиков кардана они объявили о выпуске нулевого блоков тестовой версии блокчейна шелли да опять таки но уже сама криптовалюта кардана она росла кстати недавно вроде как хорошо росла мы ею не торговали а почему то что низкая волатильность и низкая ликвидность этой криптовалюты ну принципе потенциал еще у криптовалюты вырасти есть то есть принципе еще есть потенциал вырасти но как-то маловероятно то есть не верю что она очень хорошо вырастет поскольку такие вот новости идут хотя еще может себя показать что касается глаз ноды рынок биткоина вошел зону надежда предвещающие начало бычьего цикла сейчас вам будут говорить о бычьем цикле будут конечно говорить что все идем на ту зону все круто ребята да действительно bitcoin может еще вырасти выйти за 200 мувинг да ложно таким образом подать сигнал но это не более того то есть я считаю что bitcoin вернется на 7 6 тысяч долларов просто вопрос того проторгуете вы это движение или вы будете просто сидеть смотреть вот в чем вопрос поэтому здесь принципе просто говорят что вот есть некие графики вот мы в принципе можем пойти наверх не более того крупные трейдеры усомнились бычьем эффекте халвинга биткоина но назвали другие факторы роста то есть на самом деле заголовок не совсем адекватный почему потому что халвинг биткоина вернее после халвинга биткоин значит показывает положительную динамику цены в долгосроке то есть долгосроке биткоин после халвинга растет но по поводу краткосрока я даже не хочу сочетать статью я понимаю что краткосрок да краткосрок здесь будут будут брить и определенно будет бритва почему потому что на бирже бит феникс количество лонговых позиции достигло почти 30000 а шартовых почти нету да то есть здесь просто тупо ликвидировала шартистов да и они находятся сейчас сейчас шарты на минимуме соответственно логичнее брить конечно лонговые позиции вот поэтому подводя итоги рынка криптовалют вкратце что можно сказать то что по итогу я вижу что бычий сигнал для трейдеров стоит в отметке 8000 долларов и она же 200 мувинг когда биткоин выходит он вложно выйдет но потом вернется и польется очень хорошо тем самым убьет двух зайцев даже трех во первых это закроется гэп на отметке 8200 во вторых сбреется лонговые позиции в третьих вот тут сбросят свои монеты те кто набирали по 5 4 ну даже возможно 6000 долларов но я считаю что крупный игрок набирал основном позицию 5 4000 долларов вот такие дела то есть прогнозы не утешительные но принципе понимая логику рынка как он принципе уходит то можно зарабатывать 100 200 300 долларов в принципе кто-то зарабатывает и 800 долларов да за сделки поэтому принципе можно работать с рынком можно работать с альткоинами потому что они куда лучше стреляют куда лучше и больше дают прибыли нежели bitcoin bitcoin только вырос на два процента фильм classic на пять с половиной все-таки и дела всем начнем к и нам встречу и